Иностранцев, работающих на красноярских маршрутках, обяжут получать российские права. Сколько мигрантов возят пассажиров в Краевом Центре и какое наказание последует, если они выйдут на линию с удостоверением своей же родной страны? Об этом Дмитрий Базов. Менять зарубежные права на российские заставляют поправки в федеральном законодательстве. Возить людей после 6 ноября этого года можно будет только пройдя переаттестацию. По данным ГИБДД, во всем Красноярском крае за российскими правами пока обратились только 800 иностранных граждан. А вот экзамены смогли сдать только 56 человек. Кто-то плохо знает правила, кто-то не знает русского языка. Курбан Сатывайдиев работает в Красноярске уже 4 года. Уверяет, для него получить российские права труда не составит. Водительский стаж у меня 83-го года. Мы почти 20 лет уже автоматически работали, пассажирские перевозки. Но таких, как Курбан, среди маршрутчиков-мигрантов немного. Были случаи, когда человек, лишенный водительских прав у нас, ездил на родину, получал новое удостоверение и уже в России опять начинал возить людей. Такого быть не должно. Это, конечно, в первую очередь связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Водители будут пересдавать правила дорожного движения, фактически проходить переобучение. Сейчас в Красноярске работает около 500 водителей с иностранными правами. Часть перевозчиков уже позаботились о том, чтобы у шоферов были российские права. Мы не заинтересованы в водительской квалификации. Стоимость автобуса на сегодняшний день довольно очень дорогая. Поэтому, разбив автобус, водитель, соответственно, несет никакую ответственность. Но мы доверяем ему это. В том числе доверяется ему жизнь людей. Если же водитель-мигрант и после 6 ноября продолжит работать с удостоверением своей страны, то его отстранят от управления, а предприятия накажут солидным штрафом до 50 тысяч рублей за каждого нарушителя. Дмитрий Бузов, Денис Корнилов. Вести. Красноярск.